Первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов, который освобожден от должности помощника президента. Статус вице-премьеров сохранили Голикова, Борисов и Труднев. Вице-премьерами стали Григоренко, Абрамченко, Верчук, Куснулин и Чернышенко. Всего у премьера будет 9 заместителей, в том числе один первый. Министром экономического развития вместо Решкина назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников. Главой Минкомсвязи стал вице-президент Ростерекома Шадаев. А Минздрава, руководителя Росздравнадзора Мурашко, министром просвещения, глава Рособорнадзора Кравцов, министром юстиции Чученко, спорта Матыцин, науки и высшего образования, ректор Тюменского госуниверситета Фольков. Как эксперты оценивают такие перемены? Новый Кабмин должен добиться повышения темпов роста экономики. Об этом на первом его заседании заявил премьер Михаил Мишустин. Ключевыми задачами он также назвал демографию, рост доходов и повышение уровня жизни граждан рубль на назначение. В новом Кабмине практически не отреагировал. Итак, премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту новый состав правительства. Структура Кабмина практически не изменилась, а вот его состав заметно обновился. Словом, блоки все остались на своих местах, а вот социальный блок сменился полностью, если не брать вице-премьеров. Впрочем, состав вице-премьеров также претерпел изменения. Вот так выглядит новое правительство в лицах. Первый вице-премьер Андрей Белоусов. Вице-премьеры. Глава аппарата правительства, бывший зам Мишустина в Федеральной налоговой службе Дмитрий Григоренко. Алексей Аверчук, еще один бывший замглавы ФНС. Виктория Абрамченко, экс-глава Росреестра. Марат Хуснулин, бывший вице-мэр Москвы. Дмитрий Чернышенко, экс-председатель правления «Газпром-Медиа». Юрий Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна Голикова сохранили свои вице-премьерские кресла. На своих местах также остались Сергей Шойгу, министр обороны. Сергей Лавров, министр иностранных дел. Владимир Колокольцев, глава МВД. Антон Силуанов, министр финансов. Должность вице-премьера он потерял. Александр Новак, министр энергетики. Евгений Дитрих, министр транспорта. Денис Мантуров, министр промышленности и торговли. Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии. Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства. Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. Евгений Зиничев, глава МЧС. Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ. Новые лица в правительстве. Максим Решетников, министр экономического развития. Ранее губернатор Пермского края. Ольга Любимова, министр культуры. Ранее глава департамента кино в Минкульте. Максут Шадаев, министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций. Ранее вице-президент Ростелекома. Михаил Мурашко, министр здравоохранения. Ранее глава Росздравнадзора. Сергей Кравцов, министр просвещения. Ранее глава Рособорнадзора. Олег Матыцын, министр спорта. Ранее президент Международной Федерации студенческого спорта. Профессиональный игрок в настольный теннис. Антон Котяков, министр труда и социальной защиты. Ранее замминистра финансов. Валерий Фольков, министр науки и высшего образования. Ранее ректор Тюменского государственного университета. Таким образом, правительство покинули министры. Максим Орешкин, Максим Топилин, Вероника Скворцова, Ольга Васильева, Константин Носков, Михаил Котяков, Владимир Мединский и Павел Колобков. Вице-премьера Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Казак и Виталий Мутко. Константин Чуйченко остался в правительстве как глава Минюста. Новый состав Кабмина мы обсудили с гендиректором Фонда национальной энергетической безопасности Константином Симоновым. Ну, конечно, если брать социальный влог, там много фигур и неожиданных, и при этом незнакомых, ни широкой общественности, ни некоторой из них, даже мне. Но сказать, что все это неожиданно, я бы не стал. Почему? Потому что, смотрите, один из фундаментальных принципов управления современной Россией, это принцип баланса сил и баланса между основными кланами и группировками. Поскольку Путин начал уже официально транзит власти, очевидно совершенно, что он все равно построит конструкцию более рискованную для себя. Это означает, что принцип баланса сил должен стать, и так он был основным, а теперь он должен стать просто как Евангелем. По нему придется жить российской политической системе. Видим мы его в составе Кабмита Министерства? Конечно, видим. При этом, смотрите, промышленный блок практически не тронут. А почему? Да потому что он и был продуктом баланса основных кланов. И по большому счету там практически все министры представляют интересы каких-то конкретных бизнес-групп. Вот. И все это прекрасно знают. Поэтому Путин, понимая, что транзит – штука опасная и сложная, при этом также сознавая, что правительство создано для того, чтобы этот транзит прикрыть, что он делает? Он поступает достаточно логично. Промышленный блок, как продукт очень сложных компромиссов, полностью остается. Потому что если он начинает меняться, значит все, баланс сил начинает ехать. Потому что схему запустили неожиданно для многих, соответственно, переговоров-то не было. Все побежали к Путину. Если начнешь менять, значит здесь будет как тысячный констант. Здесь поменял, здесь разъехалось. Там как-то этот баланс восстанавливается. Делать это очень сложно. Поэтому на потеху публики принесли в жертву весь социальный блок, гуманитарный блок. В общем-то, так и ожидалось. Так и ожидалось. Но здесь, здесь мы видим, что пошли по очень такому интересному принципу. Взяли просто и подняли. Главагент, там таких социальников, департаментов. Вот. То есть бог знает кого. То есть в этом плане, на самом деле, довели этот социальный блок до уровня действительно там, ну просто настолько технических исполнителей, что хоть смейся, хоть плач. Потому что когда действительно просто берут отчетника департамента, там делают министр, он говорит, вот, отлично ты, министр. Ну да. Или там главу агентства, который был подчиненный. Вот вам министр, вот вам министр. Никто, естественно, этих людей практически там не знает. А что касается должности министра эконом-развития, ну просто это одна из самых комичных должностей. Это как, знаете, как морская свинка, которая не имеет отношения ни к морю, ни к свинкам. Ну а далее там вот это символ. Опять же, у нас же губернаторы популярная тема, они в прошлом правительстве появились. Пожалуйста, вот мы делаем, и тем более Путин сказал, губернаторы должны вырасти. Мы могли бы вообще-то, естественно, ликвидировать, никто бы не заметил. Силуанова, как вы считаете, за что понизили? Он был первым вице-премьером единственным, а сейчас вот даже вице-премьером перестал быть, но правда сохранил должность главы Минфина. Я думаю, что здесь есть просто аппаратное решение Путина отправить своего ближайшего экономического советника Белоусову, а то, что Белоусов действительно достаточно был близок к Путину и, ну, можно сказать, формировал каким-то образом его взгляды на экономику. Все-таки Путин же тоже в безвоздушном пространстве находится и слушает ряд людей из своего окружения. Я думаю, что это действительно было политическим решением. на период транзита все-таки абсолютно своего доверенного человека направить в правительство. При этом, на самом деле, ну, Силуанов, вы помните, он был министром финансов, потом действительно он стал первым вице-премьером, теперь снова стал министром финансов. Я думаю, что перед Силуановым то, что его сделали первым вице-премьером, это было знаком того, что Путин оценил его работу по сбору денег и стабилизации бюджета. Теперь ему говорят, значит, это задачи и теперь важные, а может быть, даже супер важный период транзита, потому что, не дай бог, еще деньги кончатся в стране. И в этом плане связка Мишустин и Силуанова, она никуда не делась. Напомню, что Мишустин был подчиненным Силуанова, теперь он стал его начальником. Но я думаю, что они будут работать вместе, и им будет сказано, что, ребята, вы все равно такая ключевая ось в правительстве, ваша задача сделать так, чтобы деньги были. А вот если брать социальный блок, вот здесь вопросом занимается, допустим, бывшая дала меня здравая Вероника Скворцова, которая, получается, с одной стороны, вроде бы как действительно многое сделала, а с другой стороны, получается, ее сделали виновной за все плохое. В социальном блоке, вот тут понятно, что общественность требовала крови. Хотя общественность, я думаю, что вот так, если я не посмотрел там социологию на тему узнаваемости, той же там Скворцова и Топилина, я думаю, что она не слишком высокая, но у людей сложилось действительно ощущение, что все делалось неправильно, деньги не давали. Теперь Владимир Владимирович сказал четко, дать денег людям. И символом этой истории, естественно, должна стать кадровая смена социального блока. Людей даже не интересуют эти фамилии. Еще раз говорю, с точки зрения управления, вот это действительно в честном виде технический социальный блок. Абсолютные легковесы, которые будут выполнять остещественные технические функции. Но людям скажут, смотрите, мы всех плохих этих социальщиков всех выгнали. Владимир Владимирович сказал, дать вам от 500 миллиардов до триллиона. Вот эти люди технически вам все эти деньги доведут. Пожалуйста, будьте счастливы, Владимир Владимирович вас в этой сложной ситуации не оставит. Вот и не очень простая кровь пролилась. Людям важно знать, что всех этих людей, которых они не помнили, всех их выгнали. Вот и мы сказали, всех выгнали. Силовой блок прежний, социальный новый, объявлен состав правительства России, часть министров и вице-премьеров сохранили свои посты, но много новых лиц. Первым заместителем главы правительства назначен теперь уже бывший помощник президента Андрей Белоусов. Вместо Решкина министр экономики теперь экс-глава Пермского края Максим Решетников, а Силуанов сохранил лишь пост министра финансов. Новое старое правительство. Часть министров и вице-премьеров сохранили свои посты, но появилось и много новых лиц. Указ о составе Кабмина опубликован на сайте Кремля. В прежнем составе остался силовой блок. Значительные изменения претерпел состав вице-премьеров. В частности, первым заместителем главы правительства назначен теперь уже бывший помощник президента по экономике Андрей Белоусов. И полностью, если не брать вице-премьеров, сменился социальный блок. Указ о составе Кабмина опубликован на сайте Кремля. Список членов нового кабинета появился на портале правительства. Вечером вторника с новым правительством встретился Владимир Путин. Прежде всего, хочу вас поздравить с высокими назначениями правительства Российской Федерации. Уверен, что это в жизни каждого из вас будет серьезным испытанием, серьезным событием. Я искренне желаю всем вам успеха. В вашем успехе заинтересованы не только вы, не только все мы, которые здесь сейчас находятся в этом зале. Вся страна в этом заинтересована. Уважаемые военные действия, уважаемые члены правительства, но, прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за то доверие, которое вы оказали теперь уже нашей команде. Мы все хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, непростые. Приложим все усилия, чтобы их выполнить. Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление. Я уверен, что, используя и вот эту составляющую, вам удастся выйти на самые высокие, самые достойные показатели. Хочу пожелать, Михаил Ильич, успехов вам, как руководителю правительства Российской Федерации. Спасибо. Если говорить о выбывших министрах, то это Максим Орешкин, Максим Топилин, Вероника Скворцова, Ольга Васильева, Константин Носков, Михаил Котюков, Владимир Мединский и Павел Колобков. То есть сменились главы Минэкономики, Минтруда, Минздрава, Минпросвещения, Миноборнауки, Минцифраза, Минкультура и Минспорта. Ушедшие вице-премьеры Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Казак, Виталий Мутко. Константин Чученко остался в правительстве как глава Минюста. Среди новых лиц в правительстве отмечу Максима Решетникова. Он теперь министр экономического развития, ранее губернатор Пьямского края. Ольга Любимова теперь министр культуры, ранее глава департамента кино в Минкульте. Максут Ашадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, ранее вице-президент Ростелекома. Михаил Мурашко, министр здравоохранения, ранее глава Росздравнадзора. Новый состав кабинета моя коллега Татьяна Калинина обсудила с директором Института прикладных политических исследований Григорием Добромеловым. Можно назвать это правительство, а правительство надзоров. По сути, Мишустин назначил в правительство достаточно много людей, представляющих надзорные ведомства. Много фигур из налоговой службы, что и ожидаемо. То есть, по сути, Мишустину дали возможность формировать собственную команду. Другое дело, что, к сожалению, структура правительства не претерпела существенных изменений. А проблемы были не только в кадрах, и не столько даже в кадрах. А проблема все-таки крылась в структуре. А структурные изменения в правительстве сейчас достаточно косметические. То есть, вы считаете, 9 оставшихся вице-премьеров, это по-прежнему много? Во-первых, это избыточно, с моей точки зрения. Во-вторых, пока так и непонятно, как эти вице-премьеры будут распределены между национальными проектами. Более того, получается, что правительство в прошлом году принимает решение, что вице-премьеры персонально ответственны за нацпроекты, и ответственны за изменения внутренних сроков до 2024 года и внутренних показателей. Все поменяли. В результате единственный вице-премьер, который остается в курирующей нацпроекты, это Голикова. Потому что ни Трутнев, ни Борисов, а напрямую ни один из нацпроектов не курировали. Трутнев, получается, что 3 года работы, а сейчас новые вице-премьеры, очевидно, будут пересматривать показатели нацпроектов, потому что в том варианте, в котором они сейчас есть, они пока нереализуемы эффективно. Здесь очень важно, какие сейчас будут распределения полномочий между вице-премьерами, как они будут делить сферы ответственности. Конечно, знаковое назначение Андрея Ремовича Белоусова, первого вице-премьера. Во многом это может означать смену экономического курса. Несмотря на то, что вроде кажется, что в финансо-экономическом блоке изменения небольшие, Силуанов сохранился на спонижение. Но решетников это не Орешкин. Григорий Добромелов. О новых назначениях и учащих из правительства персонах мы поговорили с президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым. Удивляет, во-первых, масштаб перестановок, которые показывают, что дело не только в Медведеве, хотя, наверное, чисто в перестановках была импровизация, и не все из них заранее готовились. Обращает на себя внимание большое количество выдвиженцев Кишустина. Если не ошибаюсь, и у Крадкова, и Зукова когда-то было гораздо меньше таких, наверное, оруженосных и сослуживцев. Обращает на себя внимание училение присутствия Собянина вместо двух, а не чужих министров и вице-премьеров нового правительства, четыре. Обращает на себя внимание уход большей части аллергенов, когда вслед за Медведевым и Чайко целый ряд чиновников, способных притягивать антирейтинг от Мединского и Мутко до Васильевой и Кварцовой. В то же время вопрос о политическом веще нового кабинета, о противосубъектности, о готовности мобилизоваться и минимизировать паузу управленческую, которая, конечно, сейчас неизбежна, этот вопрос пока остается открытым. Но если брать экономически значимые перемены, это уход из правительства Максима Орешкина, и никакой должности мы до сих пор не предложили, вместо него министром экономического развития стал бывший глава Пермского края Максим Решетников, что, в общем-то, само по себе уже неожиданно. Также Дмитрий Казак, который курировал ТЭК, ушел из правительства. Ну и некоторое понижение, может быть, Силуанова, который перестал быть первым вице-премьером, остался только министром финансов. Вот о чем эти изменения говорят? Ну и еще есть приход Белоусова, который, конечно, создает коллизию, потому что, в какой степени представление об экономике у Силуанова, у Голиковой, у Белоусова, у новых вице-премьеров и у Мишустина, если они будут артикулировать, попадают там, да, это, конечно, некоторая интрига, да, Белоусова ждали еще в 2018 году, что не случилось. Поэтому, в целом, на мой взгляд, пока правительство не торопится демонстрировать наличие у него некой собственной авторской модели российского экономического чуда, скорее Мишустин подчеркнуто идет в русле нацпроектов, избегая какой-то демонстрации собственной такой взгляда на экономические вопросы. В целом, наверное, в правительстве стало больше таких карьерных чиновников, в том числе в экономическом блоке тоже, которые имеют опыт работы в экономике, имеют практический опыт, но в сложных ситуациях, наверное, не станут настаивать категорически на проводе собственной концепции, если она у них будет. То есть пришло больше людей из отрасли, но, как правило, это люди, имеющие опыт работы и в отрасли, и в то же время в чиновничестве, в назорных органах и в подобных структурах, и так или иначе имеющие опыт карьерного выживания, необходимым условием, которого часто требуется умение лавировать и избегать какой-то категоричности по продвижению собственных взглядов.